Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале «Экзегет» читаем Исаию. Переходим к чтению 60-й главы книги Исаии. Замечу, что главы 60-я, 61-я и 62-я, они как бы единое целое. В них содержится много утешений, много обетований. Вообще по тональности они очень светлые и во многом напоминают по своему стилю и содержанию, по своим пророчествам напоминают главы 2-го раздела Исаии. Главы 40-й по 55-ю, которую часто называют книгой «Утешение». И вот эти главы 60-й по 62-ю включительно, они тоже содержат великие обетования, великие утешения и во многом связаны с теми главами 40-й по 55-ю по стилю, по идеям, которые содержатся в них. «Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Внимательный читатель синодального перевода нашего русского заметит, что слово «Иерусалим» здесь набрано курсивом. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Интересно, что в церковной гимнографии эта строка была тоже осмыслена, и мы поем, используем эти строки и поем «Святися, светися, Новый Иерусалиме, слава Бога Господня на тебе воссия, ликуй ныне, веселись о Сионе» и так далее. Читаем мы, между прочим, после каждой божественной литургии, как благодарственную песнь, благодарственный гимн Господу. Поем, да, священники поют в алтаре, и вместе с ними весь народ. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». «Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобой воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Ну, сначала действительно тьма и мрак покроют землю народы, но потом и эти все народы, и вся земля от края до края просветится светом Божьим, конечно же. «И будут все бояться имени Господня, как сказано было в предыдущей главе, и служить Ему. «И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сияния». К свету твоему, к свету Иерусалима, к свету Сиона, то есть к Господу, потому что Господь воссияет над тобою. Что такое свет здесь, в этих стихах? Это сам Господь, Он свет, и нет в Нем никакой тьмы. Свет, вечный свет, нетленный, нетварный. И вот этот свет, им будет осяваться народ Божий. И потом все народы придут к этому свету в эскатологической перспективе, все цари к восходящему над Израилем сиянию. «Возведи очи твои, обращение к израильскому народу, и посмотри вокруг. Все они собираются и идут к тебе, то есть к Израилю. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Возвращение из Вавилонского плена, в эскатологической перспективе возвращение из всех стран рассеяния, из самых дальних островов, это все происходит как исполнение божественных обетований». Вот и на наших глазах это происходит в XX веке, это стало очевидным. И что будет дальше, будет еще больше света, еще больше сияния, еще больше радости. «Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце твое от радости, от ликования, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. Все, что награбили, будет возвращено, и с избытком, с тарицей, конечно же. Множество верблюдов покроет тебя, то есть покроет святую землю. Верблюды идут из Сирийской пустыни, из Аравии, отовсюду придут, и они навьючены. Вот эти драмадеры, это подвид верблюда. Драмадеры из Мадиама и Ефы. Мадиам, Мидьян, Мадиам, это юг, это южнее Мертвого моря. Ефа, вот это название Ефа здесь встречается, топоним, тоже где-то на юге. Может быть, восточней залива Акаба. Акаба, некоторые идентифицируют с селением Гевафа, арабским селением Гевафа, находящимся в 80 километрах восточнее залива Акаба. Ну, вот Эйлад, залив Акаба, может быть, чуть южнее и дальше, то есть север Аравийского полуострова, это самое Ефа. Тут вообще о южных странах говорится, дальше вот все они из Савы придут. Сава, вспомним царицу Савскую, это южная часть Аравийского полуострова, там, где Яман, Йемен, там, где Оман, ну и так далее. И иногда в Африке, Эфиопия, Эритрея нынешняя, Джибути иногда, там помещают страну, вот эту Саву, Савейскую. «Придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа». Золото, ладан, вспомним, что принесли волхвы по Евангелию от Матфея в пещеру Эфиемскую, злато, смирну и ладан, или Иван. «Возвестят славу Господа». Вот эти караваны верблюдов, пророк видит это видение прекраснейшее, он говорит об этом, что будет в будущем. «Верблюды, навьюченные золотом, ладаном, всеми драгоценностями, они из всех южных стран придут и принесут все вот это вот богатство, все море обратится, достояние народов придет к тебе». А море будет чуть дальше, в 9 стихе пока, видимо, говорится о южных странах, о пустынях, по которым идут в направлении Святой Земли навьюченные добром караваны. «Все овцы кедарские будут собраны к тебе, а вныново-иовские послужат тебе». «Кедар», уже упоминавшийся в книге Исаии, это тоже юг, это южное племя, кочевое племя, кедарское, шатры кедарские часто тоже упоминаются. Вот эти самые овцы будут тоже собраны, то есть стада пригонят эти южные народы. «Нево-иов» или «наво-иов», это, как говорят ученые, предположительно, это название происходит от племени Нево-йот. От этого племени Нево-йот, арабского племени, произошли впоследствии Набатеи, Набатейское царство. Набатейское царство мы помним уже в более позднюю, конечно же, эпоху. Кто бывал в Петре, видел красоту этого города, это город Набатейский. Вот эти самые Набатеи происходят от этого племени Нево-йот, арабского племени, и они вытеснили в свое время Идумеев с юга, южнее Святой Земли, там, где сейчас Иордания, там, где сейчас все вот эти земли южнее Мертвого моря. И они вытеснили, да, как говорят историки, вытеснили вот эти Набатеи, а Набатеи произошли вот этих вот Нево-йот, и вытеснили Идумеев, и вот там эти самые Набатеи жили. Набатеи, Нево-йот, видно, что некоторые даже говорят, что Нево-йот это и есть Набатеи, Некоторые говорят, что нет новоиота, они вытеснили Набатеев. Неважно. То есть от новоиот произошли Набатеи, которые вытеснили Идумеев. Неважно. Это все история, и она не всегда верифицируемая. Часто это просто гипотезы. «Взойдут на алтарь мой жертвой благоугодную, и я прославлю дом славы моей». Вот эти самые овны, чистые животные жертвенные, они взойдут в Иерусалиме, который восстань, святись, Иерусалим. Первый стих. Они взойдут жертвой благоугодную. Эта жертва уже не будет жертвой, неугодной Богу. Как, например, в первой главе книги Исаида, где говорится о том, почему жертвы, принесенные вроде бы совершенно правильно и точно, как предписывает ритуал, почему они Богу неугодны. Потому что будет царить правда, будет царить мир, будет царить справедливость. Поэтому эти жертвы будут благоугодны. И они взойдут на алтарь Божий жертвой благоугодной. Алтарь храма Господня. «Я прославлю дом славы моей». Имеется в виду Иерусалимское святилище. «Кто это летят, как облака и как голуби к голубятням своим?» Словно облака, словно голуби к голубятням летают, слетаются рассеянные дети Божьи в обетованную землю. Вот 9 стих. «Так меня ждут острова, и впереди их корабли фарсистские». Острова ждут Господа. Это прямая речь Господа. Они ждут этого божественного слова, божественного приказа, чтобы возвратить на кораблях из далекого-далекого, даже торшиша, фарсиса, возвратить рассеянных чад Божьих. Потому что сказано дальше. «Чтобы перевести сынов твоих издалека, и с ними серебро их и золото их во имя Господа Бога твоего и святого Израилю, потому что он прославил тебя». Где располагается этот торшиш фарсис, куда бежал и он от лица Господня, никто не знает. Есть несколько предположений. Одни говорят, это остров Сардиния, другие отождествляют стартесским царством на юге современной Испании, а другие говорят, что еще дальше. В Португалии город Олиссипо, нынешний Лиссабон, Фигера-де-Фош, и вот эти все края португальские, там были далекие финикийские колонии. Некоторые помещают торшиш там, фарсис. Туда когда-то бежал от лица Господня Иона, часто упоминается торшиш корабли. Вот эти все колонии финикийские, основанные финикийцами самими, тирянами, тирцами, потом какие-то колонии основывались уже карфагенианами, то есть колонизаторы из бывших колоний, шла уже такая цепочка была. Финикийцы основали карфаген, карфагеняне основали какие-то другие колонии, еще были дальние на Атлантическом побережье. Вот торшиш, возможно, был одной из атлантических колоний финикийцев. Или на Африканском побережье, или на побережье современной Португалии. Вот то есть о чем здесь говорится? Почему всегда торшиш упоминается? Потому что это самый дальний из известных израильтянам городов. То есть с самого края земли, издалека. Сегодня мы бы, может быть, сказали из Новой Зеландии. А тут торшиш. Про Новую Зеландию тогда никто не знал. Из современников пророка. А вот про торшиш знали. Поэтому торшиш и упоминается. Торшиш можно употребить метанемию. Можно использовать для обозначения всех самых дальних городов, островов, самых дальних мест. Откуда возвращаются пленные израильского народа, пленники Сиона. И возвращаются не с пустыми руками в святую землю. А их еще и им корабли еще выделяют, эти самые корабелы, жители торшиша, чтобы вернуть их серебром, их и золотом, их ко святому Израилеву. Господь Бог здесь назван вновь святым, Кадош, как уже неоднократно в книге Исаии. «Тогда сыновья иноземцев будут строить стены Твои, и цари их служить Тебе, ибо во гневе моем я поражал Тебя, но в благоволении моем буду миловать Тебя». То, что иноземцы и цари иноземцев служат израильскому народу, восстанавливают, строят его стены, отстраивают после разрушения. Это нередкая тема у пророков. И вот здесь она вновь звучит. «И будут всегда отверстия врата Твои, не будут затворяться» Речь вот об Иерусалиме. «Не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к Тебе достояние народов, и приводимы были цари их». Иерусалим будет местом столицей всей Вселенной, всех миров, какие только есть, и всей планеты Земля. «И будет Господь царствовать, царствование будет конца, все другие цари и народы будут служить Ему». Совершенно очевидно. Такой смысл здесь эсхатологический. «Ибо народ и царства, которые не захотят служить Тебе, Бог обращается к Израилю, погибнут, и такие народы совершенно истребятся». Ничего не поделаешь, не хотите Богу служить, вас ждет истребление. Продолжайте молиться своим правителям, президентам, истуканам, кому хотите. Это лишь ускорит и приблизит ваше истребление, если Богу служить не хотите. «Слава Ливана придет к Тебе». К Израилю придет слава Ливана. Ливан — это кедры. Кедры, использованные при постройке дома Господня в Иерусалиме Соломоном. Кедры, использовавшиеся при построении царского дворца, также при строительстве. Вот эти кедры самые величественные, самые прекрасные, дорогие дома строят из кедров, как известно. А слава Ливана — это кедры. Но, кстати, следует заметить, что у пророков слава Ливана — это не только кедры. Например, у Оссии в заключительной главе сказано, что возвратившие из рассеяния израильтяне будут славны, как вино ливанское. Оказывается, вино ливанское тоже славное. Не только кедры славны, не только ладан славен. По-славянски ладан так и будет Ливан. А вот еще и вино. Еще и вино — это славное. Мне довелось несколько лет прожить в Ливане. И могу подтвердить эти слова Оссии, что вино действительно славное. И не хуже южноевропейских вин. Ливанские вина не хуже ничуть. Это действительно вино очень славное. И славится не только на Ближнем Востоке, но и в других странах ливанское вино. Но здесь говорится о кедрах, конечно, потому что дальше упоминаются как раз и кедр, и другие деревья. Придет к тебе слава Ливана кипариск и певг, и вместе кедр. Вот эти вот самые породы, благородные породы деревьев, чтобы украсить место святилища моего. Место святилища — Иерусалимский храм. И я прославлю подножие ног моих. Вот этот стих был осмыслен в церковной гимнографии как пророчество о трехсоставном кресте Господнем. Крест Господень — подножие ног Всевышнего. Крест Христов, на котором был распят Искупитель. И воспевается в церковных песнопениях вот эти самые дерева — кипарис, певг, кедр. И по церковному преданию считается, что крест был трехсоставным. Вот именно из этих пород дерева. Как бы там ни было, но вот этот стих очень важный. И когда мы его читаем, мы вспоминаем церковные песнопения, связанные с поклонением Кресту Христову. И когда мы совершаем богослужение, в котором чествуется крест Христов, мы вспоминаем вот эти строки Исаии. 13 стих 60 главы. Здесь Иерусалим персонифицирован. И Иерусалим — это вообще вся святая земля и народ Божий. Но вот конкретно в Иерусалим, в сам этот город, придут все те, кто когда тебя-то угнетали, кто тебя разрушали, враждовали свои, они придут покорно, падут к стопам ног твоих. Все те, кто тебя презирали, те, кто ставил ногу на твой хребет, они же к твоим ногам склонятся и не будут больше тебя презирать. И к ногам Иерусалима назовут тебя, то есть Иерусалим, городом Господа, Сионом Святого Израиля. Новые имена даются Иерусалиму. Иерусалим называется городом Господа. Иерусалим еще, кроме того, будет городом мира. Если враждует один правитель с другим правителем, они должны прийти в Иерусалим и там друг с другом примириться. Мне кажется, это очень важное место. Книги Исаии, 14 стих. Вот город Господа, город, где сам Господь, место его особого присутствия, его шхины. И Сион, гора Господня, святая гора Божия. И Господь здесь вновь назван святым Израиля. Кадош. Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через тебя, через Иерусалим, Иерусалим был превращен в груду развален, «Я сделаю тебя величием навеки, радостью рода родов». Величественный град, град Иерусалим, станет столицей всего мира. И Господь будет царствовать, и царствия его не будет конца. И уже будут люди стремиться к Иерусалиму, не будут его презирать, этот город. Раньше презирали, никто через него и проходить-то не хотел, как здесь сказано. А теперь, наоборот, все потекут к нему, стремятся к этому святому граду. Кстати, в Новом Завете Иерусалим назван святым градом. И Евангелие от Матфея, где повествуется о том, что произошло после воскресения Христова, как святые восстали, воскресли и явились многим во святом граде. Святой град Иерусалим. Арабы так и называют святой град Аль-Куц. Называют Иерусалим Аль-Куц, то есть святой. Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я Господь, спаситель твой и искупитель твой, сильный Иаковлев. Вот он спаситель, вот он искупитель. И это все явно будет и очевидно, когда все народы все самое лучшее свое принесут в Иерусалим. Туда, где спаситель Израиля, то есть Господь, и искупитель его, сильный Иаковлев. Искупитель Гоэль, который искупил свой народ из угнетения, из рабства, из рассеяния, и дал ему свет, дал ему славу, дал ему полную реставрацию, полное восстановление. Вместо меди будут доставлять тебе золото, и вместо железа серебро, и вместо дерева медь, и вместо камней железо. «И поставлю правителям твоим мир, и надзирателями твоими правду». Мир и правда персонифицируются, они будут править, они будут надзирать. Мир и правда. «Шалом» и «Цдака» правосудие. Вот «Шалом» и «Цдака» мир и правда, мир и правосудие, они всегда идут вместе. Правда и мир облабызастося. Одно без другого невозможно. Нет мира без правды. Нет правды без мира. Мира Божьего и правды Божьей. То, что должны люди исполнять. Ходить путем Господним. Творить правосудие, и тогда будет мир. Здесь говорится о том изобилии, которое будет сопровождать эскатологический век, мессианский век. То, что мы называем Царством Божьим, когда сам Господь будет Царем. То Царство Божье, которое мы ждем, молясь на литургии в хористическом каноне, о нем как о будущем Царстве, как о грядущем Царстве. Просим Бога о том, чтобы это Царство поскорее наступило. Вот тогда будет изобилие, которое здесь описывается в этих образах драгоценных металлов, где, ну, сказано, вместо железа серебро, вместо меди золото и так далее. То есть, если что-то нужно будет сделать из металла, не будут использовать медь дешевую, будет использовать дорогое золото. Настолько оно будет доступным. То есть, такая соломоновая эпоха, но которая уже будет навсегда, навечно. Во времена Соломона куски серебра по улицам Иерусалима пинали, как простые камни. Не было счета серебру. Золото еще какой-то счет был, но серебро совсем обесценилось из-за его огромного количества. Вот так же будет и потом, только лучше еще больше. Не слышно будет боли насилия в земле твоей, опустошения и разорения в пределах твоих, и будешь называть стены твои спасением и ворота твои славою. Опять здесь, казалось бы, понятия такие отвлеченные, спасение, слава конкретизируются вполне в конкретном городе, в Иерусалиме, в его стенах, в его воротах. И чем-то здесь нам эти строки напоминают заключительную главу апокалипсиса Иоанна, где говорится о небесном Иерусалиме. Не будет боли уже солнца служить тебе светилом дневным. Вспомним небесный Иерусалим Иоанна, где солнца нет, сам Господь светит в нем. И сияние луны светит тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Зачем какой-то свет, если мы с Господом? Зачем нам свет тварный, если мы пребываем в нетварном свете? Этот свет вечный, этот свет нетварный, этот свет, слава, они навсегда. с этим гордым и навсегда с его обитателями, спасенными и искупленными. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. Вот эта смена на сетование, скорби, траура, на ликование, радость, она настолько радикальна, что это невозможно себе даже и помыслить, насколько эта перемена будет глобальной, радикальной, и не только в Иерусалиме, но и по всему лицу земли. Солнце не заходит, и луна не сокроется. Так описывает это пророк, и Господь вечный свет. «И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего дела, рук моих к прославлению моему». К прославлению моему очень важные слова. Вот говорят «слава тому», «слава сему», «слава КПСС», «слава такой стране», «слава сикой стране». Господь говорит «славы моей никому не дам». Это у пророков. «Не дам славы моей никому». Слава должна только Богу принадлежать, и только Богу воздаваться, и прославлять нужно только Бога. Поэтому христиане должны говорить тоже «слава Богу», а не тому или сему дяденьке не той или иной идеологии, не той или иной стране. Когда говорится «слава тому или сему, кроме Бога», это обыкновенное идолопоклонство, которое пророки обличают, и именно как идолопоклонство квалифицируют. «Славы моей не дам никому, не дам и стуканам». Сказано в другом месте. «И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю». Вот весь народ будет состоять из праведников. Как такое представить? Не будет твориться зла. Один не будет другого угнетать. Наоборот, будет благотворить, будет благословлять. И все друг друга будут относиться праведно друг к другу, и, конечно же, ко Всевышнему. Не будут поклоняться иным богам, не будут почитать Бога ненужными, недолжными средствами и способами. В общем, будет праведность. Человек будет вести себя правильно, правильно по заповедям Божьим. «Отрасль насаждения, делая рук моих, так называется народ Божий». Вот это насаждение, оно насаждено самим Господом. Словно растение. Образ растения, здесь метафора, которую садовник садит в своем саду. Вот здесь народ Божий, народ израильский, ну и все народы, присоединившиеся к Израилю, для того, чтобы прославлять Господа, уподобляются некоему растению в саду, а садовник сам Господь. «От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время». Так завершается 60-я глава книги Исаии. Говорится о том, что исполнится заповедь Божья, плодитесь и размножайтесь, и от даже незначительного человека, малоплодовитого, казалось бы, произойдет, у него будет тысяча потомков. От слабого сильный народ. Израильский народ был слаб, он убывал остаток, словно росток из пня, но оказалось, что этот народ Богом, когда Господь простил ему его грехи, благословил, он из малого стал многотысячным, многомиллионным даже, и из слабого, всеми презираемого, стал великим, могучим народом Божьим. И так со всеми народами, если народы ходят по слову Божьему, не творят неправды и совершают дела правосудия и милосердия. Это говорит сам Господь, Его прямая речь. Господь ускорит это совершить в свое время. Это время уже наступает, друзья, зрители портала Экзегет. Субтитры создавал DimaTorzok